прежде чем это место ассен и сегодня поговорим про серый импорт и так тачки тачь откуда угодно там с европы там казахстан откуда привозят большие не тоже стоит все дорого но теперь пошла инфа что теперь тачки будут как бы серым про там параллельно там еще каким тащить из китая ребята до китайские шкоды все пухляш нашел себе лазеечку и теперь будет брать маржу скажи покупки что как бы хорошо комплектации фигации ладно фиг с ним фиг с ним что что у них другие моторы там них полторашки там в другом мотору 3 прошивки ладно фиг с ним фиг с ним что машины придется сертифицировать не факт что это будет гладко это глонассы там все это делать ладно это фирма которого привезет якобы дешевле чем ну точно решили чем салоне может сертифицированные лицензионные вещи они всегда идут дороже они свой денег такой вот там с алиэкспресса всякую херню до производить дешевле анима формы документы там дэн-дэн-дэн плюс-минус это выходит например там 3 миллиона кодяки например сейчас в салонах вот 4 миллионов начинается да но какой главный косяк а то что вы поймете китай когда делать свои машины они вообще не предполагают и не думают и не знают и не собирается поставлять свои машины в россию и что это будет ну ладно у них на какой на крышке багажник написано иероглифами там буковки всякие там их не китайские там знаки там всякая ерунда но у них также будет супа китайский с прошивкой вот видите вот например вот что это за язык вы знаете не знаете да это не китайский но тоже непонятно толку да но на телефона радуа навигату но это ладно понятно это еще как бы можно понять это турецкий язык а когда будет тут иероглифы что ты поймешь да ни хрена ты ничего не поймешь чувак потому что все приплыл ты вот Ладно, тут картинок нету Как вам тут нагляднее показать-то Улица Дивонска Акар, видишь, это машина получается Акар, телефон Вот это что такое Коль Караунагрэнабарла Что это такое, делов не знаю Вот так ты будешь кататься, да Ну тебе скажут, давай мы тебе Сделаем как Ну видите, вот смотрите Вот, например, вот наши настройки Мы здесь выводим Вот здесь у нас нету китайского языка Потому что машина Не должна быть в Китае Поэтому не делается Так вот, русские и европейские страны Машины разрабатывают под европейский рынок Потому что она будет сказать Ладно, вы скажете, вернее, вам скажут Мы тебе прошьем тачку Прошем, видите, все понятно Давлен надува Мы тебе прошьем тачку И ты, все будет тебе тип-топ Но у нас в России у этих чуваков Не будут прошивок под полтора литра двигателя Понимаете Потом насчет снова так Как ее обслуживать Опять придется рыть информацию Какой допуск у вас масла лить Ну и я уже все рассказывал там А, давайте я вам скажу так Чтобы все эти заткнулись На всякий баран Если вы все-таки купили такую машину Так, в полторашке Есть два вида двигателя С платным напылением купите Надо лить вам 0,20 масла 508 допуск Если обычный То любой пойдет Вообще пофиг какой Кроме Не льем, то 508 допуск Потом двухлитровые моторы Там у больших машин Ну, там по-любому Не знаю, как там на Китай Но я не с этой улитой 508 допуск Короче, у вас будут одни большие геморрои Проблема Во-первых, машина будет дальше Включить голосовое управление Там будет И фиг его знает Она то ли тебя поздравляет с чем-то То ли говорит, что она сломалась Вот, например, откроешь там Ошибки автомобиля Грубо говоря Тут ладно, понятно состояние автомобиля Вот, смотрите ТО давлением шинах А там будет иероглиф И догадайся, что там А вот, например, автомобиль Вот, какие настройки где там будет Вот, хрен его знает Давай сейчас по-быстрому Нажмем Как он непонятный язык И посмотрим, как это будет Примерно выглядеть Потом у вас Если вы купите Это купите Что такое? Xiaomi А фиг его знает Что такое Xiaomi Давайте посмотрим Что такое Xiaomi Что за язык? Делов не знаю Вот, давайте И что? Пелуйте Ну да, вы будете фотографировать Скриншотить И потом переводить В гугл картинках Наверное, да? Вот, что это такое? Я делов не знаю А, ну вот это, например Что это? Тут хоть как-то можно гадаться Эко Коли Эко совет, походу, наверное Это Нола Аджоту Ола Как будто заклинание какое-то говоришь А там просто будешь Открываешь Такой и такой И все Как говорится Хренули, приехали Вообще Ничего не понятно Так что Здесь раз подумайте Прежде чем Что-то сделать Прошивки Прошивки Я думаю Да, и такой Косяк Прошивки тоже будут сырые Вам зовут Китайскую прошивку И потом будете И учить Китайский язык Ну ладно Ладно Надеюсь Все будет хорошо Ну я уверен Что все будет хорошо У тех Кто смотрит канал Стас Н Яндекс.Зен Потому что новая информация Будет только там А вся огромная информация Естественно На канале Стас Н До свидания Продолжение следует